Всем привет! На данный момент, достаточно много вышло апдейтов для Quixel Bridge и недавно добавили поддержку Unreal 4.23. Да и много людей мне пишут с вопросами о том, как же работать с новым Quixel Bridge, как загружать ассеты в Unreal. Ничего не работает. Помоги! Поэтому я решил записать данный урок, в котором я расскажу, как загружать материалы и делать Blend материал. Как загружать 3D-ассеты с автоматическими лодами, как же загружать растительность и рисовать ею по поверхности. Поехали! Итак, в первую очередь Вам естественно нужно создать проект в Unreal Engine. В данном уроке я буду использовать пресет 3rd-Person. Обязательно со стартовым контентом, так как там есть ассеты, которые Вам могут пригодиться. Затем пишем название проекта, указываем папку, в которую хотите его сохранить и нажимаем Create Project. В итоге у Вас будет создан проект с видом от третьего лица. Если нажать Play, то Вы сможете управлять данным персонажем и ходить, бегать или прыгать по сцене. Сразу предупрежу, я не буду создавать полноценную сцену, а лишь покажу, как работать с тем, о чем я говорил, используя Quixel Bridge и Unreal Engine 4. Итак, чтобы все работало как нужно, в первую очередь Вам нужно открыть Quixel Bridge и скачать любой из ассетов, чтобы перейти к его настройкам экспорта. После того, как Вы скачали ассет, открываем вкладку Downloaded. Выбираем ассет и переходим в Export Settings. Там в Export To выбираем Unreal Engine, а в Engine version 4.23 или версию, которая стоит у Вас. А в Installation Folder указываем путь к Вашему движку и его папке с плагинами. В итоге, в Unreal Engine 4 появится иконка Megascans, с помощью которой Вы сможете работать с материалами. Как раз в первую очередь, о них я буду говорить. Второе, что Вам необходимо сделать, если Вы хотите современную графику и у Вас есть 2080 Ti. Это включить RTX в этом проекте. Для этого идем в Settings, Project Settings, пишем Raytracing в данном окошке и включаем эту опцию. Далее соглашаемся с предупреждением в появившемся окне и перезагружаем проект нажатием на Restart Now. Появившийся внизу справа. В итоге, у Вас перезагрузится проект и начнется компиляция шейдеров. И это еще не все. Чтобы RTX работал в Unreal Engine проектах, его нужно запускать в режиме, включенном DirectX 12. Для этого в настройках ярлока открываем вкладку Shortcut и в Target после UE4 Editor Exe, Вам нужно написать "-DX12". Затем нажимаем ОК, чтобы применить эти действия и перезапускаем проект. Чтобы проверить работоспособность Raytracing, просто создаем источник света PointLight или любой другой. Включаем у этого источника света Moveable и изменяем значение Source Radius. Если тени будут мягкие, как у меня, значит у Вас работает Raytracing. Также, во второй вкладке режимов Рендеринга, у Вас появится опция Past Tracing. Итак, с этим разобрались. Идем дальше. Следующее, что я рекомендую сделать, это зайти в Settings, Plugins и включить HDRi Backdrop Plugin. Это замечательный плагин, позволяющий быстро получить качественное освещение в сцене с помощью HDRi. О нем есть отдельный урок, который я оставлю в закрепленном комментарии. Рекомендую его посмотреть. Итак, нажимаем на появившуюся кнопку Restart Now. Затем Save Selected. В итоге, у Вас перезагрузится проект и в Lights появится HDRi Backdrop Asset. Удаляем все ненужные сцены и перетягиваем этот ассет в нее. Продолжение следует... Кстати, чтобы во время нажатия кнопки Play, персонаж не летал в воздухе. Импортируем любую поверхность, по которой он будет бегать. В этом уроке, я буду использовать такую поверхность, которой будет достаточно для него. Нажимаем Play и проверяем, бегает ли персонаж по поверхности или нет. Чтобы все работало правильно и персонаж бегал четко по поверхности, Вам нужно включить коллизию объекта. Это можно быстро сделать внутри Unreal Engine. Открываем настройки объекта и видим, что по умолчанию у него работает Simple Collision. Наша задача включить Complex Collision, чтобы учитывались все детали объекта. Для этого переходим в вкладку Collisions и для опции Collision Complexity включаем опцию Use Complex Collision As Simple. В итоге, Ваш персонаж сможет бегать по данному рельефу без всяких проблем. В данный момент, я показал быстрое решение этой задачи. В идеале, нужно отдельно и тщательно настраивать эти коллизии. Но это не является целью данного урока. Поэтому, идем дальше. Итак, теперь у нас есть настроенная сцена и можно приступать к изучению работы Quixel Bridge и Unreal Engine 4. Как и обещал, начнем с материалов и рисования ими по данной поверхности с помощью RGB каналов. С помощью Megascans плагина, Вы можете импортировать несколько материалов и создать из них Blended Material. Также можно импортировать 3D-ассеты и растительность, которыми можно рисовать по поверхности, используя функции UE4. То есть, все, что Вы качаете в Bridge, можно без проблем импортировать в Unreal Engine. Итак, в первую очередь, давайте разберемся с Blended Material. Для этого Вам нужно скачать 3 любых материала, чтобы потом из них создать его. Выделяем эти 3 материала, удерживая Ctrl. Затем открываем Global Export Settings. Проверяем, все ли настроено правильно и нажимаем Export Assets. В итоге, у Вас начнется процесс импорта этих материалов в Unreal Engine 4. Если вернуться в него, то Вы увидите, как происходит этот процесс с помощью специального статус-бара. Скорость импорта зависит от разрешения текстуры, если это материал. Если это 3D-ассет, то также от веса модели и количество лодов в ней. Естественно, все так же зависит от спецификации Вашего компьютера. Я работаю на 2080Ti и i9-9900K. Поэтому импорт происходит достаточно быстро. После того, как все материалы импортировались. Выбираем папку Megascans. Кликаем на Filters. Переходим в меню Materials & Textures. И делаем активную опцию Material Instance. Таким образом, Вы покажете эти материалы, после чего их можно выбрать, удерживая Ctrl и создать Blend Material. Для этого нажимаем кнопку Create Material Blend. В итоге, у Вас будет создан Blend Material. Теперь, если два раза кликнуть на него, откроется меню настроек, в котором Вы увидите кучу сообщений Warning желтого цвета. И одно красное предупреждение. Quixel пока не исправили этот баг, но Support мне помог разобраться в этом вопросе. Ян Виздом из команды Quixel Support написал мне подробную инструкцию. И сейчас я расскажу Вам, как решить эту задачу. Для того, чтобы исправить эти ошибки, переходим в папку Megascans. Выключаем все фильтры. Заходим в папку Master Material и кликаем два раза на Surface Blend Master Material. В его настройках нужно внести изменения в Base Roughness и Base Displacement карты. Для этого выбираем каждую из нод, имеющих ошибку. И в Material Expression Texture Base, Sampler Type изменяем на Linear Color. Проделаем то же самое для остальных нод с ошибкой. Затем нажимаем Save, чтобы сохранить все изменения и скомпилировать шейдеры. После чего проверяем, исправились ли все ошибки в Blend Material. Как можете заметить, все ошибки исправлены. Теперь все должно работать как нужно. Перетягиваем этот материал на поверхность. Заходим в его настройки и изменяем Tiling. Увеличиваем его до 5. Для нашей задачи этого будет достаточно. Теперь давайте поговорим о структуре Blend Material. Если Вы откроете его настройки, Вы увидите Base, Green и Red каналы. Которые включают карты Albedo, Displace, Normal и Roughness. Сейчас в эти слоты поместились все карты трех материалов, которые мы выбирали для создания этого Blend Material. А в Blue канале всегда находится слой с водной поверхностью, который можно использовать для создания луж, рек, озер и так далее. Как использовать данные каналы для рисования по поверхности, я сейчас расскажу. Чтобы включить режим рисования по каналам в этом материале, выбираем поверхность и просто переходим во вторую вкладку здесь. В Vertex Painting Вы увидите три канала, которые можно включать и выключать. Paint Color всегда должен быть белым, а Erase Color черным. Вам не нужно изменять эти цвета. Итак, когда включены все каналы, Вы можете рисовать материалом воды, просто удерживая Shift. У этого материала есть настройка скорости течения и много других параметров. Я думаю, не нужно говорить, для чего можно использовать этот материал. Центральный рент, который можно использовать в виде замки, которая будет увеличен настройки, Айтону ягодете в виде шпинг. Эстону ягодная えщинная система. Проверяйте, приемлема. У нас появилась гула. Зайта. Продолжение следует... Если рисовать без нажатия Shift, то будет использоваться основной материал, который был назначен на поверхность для рисования. Если Вы хотите рисовать материалом, который находится в красном канале, то этот канал оставляем включенным, а другие выключаем. Затем удерживаем Shift и рисуем. Аналогично с другими каналами. Продолжение следует... Также я хотел рассказать об одном интересном нюансе. Если Вы включите на определенный канал и будете рисовать им зажатым Shift, то он будет перекрывать базовый слой. Это естественно. Но как только Вы отпустите Shift и начнете рисовать, этот базовый слой будет перекрывать нарисованный. То есть без Shift, как бы включается терка. Я надеюсь, что с этим моментом Вам все понятно. Если нет, то пишите свои вопросы в комментариях и я отвечу на них в свободное время. Теперь давайте поговорим о загрузке 3D-ассетов. Я думаю, что все Вы знаете о их присутствии в Quixel Bridge. Плюс там еще есть растительность, о которой мы тоже сегодня поговорим. Загрузку 3D-ассета я буду показывать на примере модели Mosse Log. Для того, чтобы экспортировать модель в Unreal Engine, Вам нужно перейти в настройки Export Settings. Выбрать разрешение. Для урока я буду использовать 2К. И в Mesh Lod Lod 0. Насчет остальных лодов не волнуйтесь, так как они автоматом будут загружены и настроены. После всех проделанных настроек нажимаем Export. Возвращаемся в Unreal Engine и наблюдаем за процессом импорта. Итак, 3D-объект импортировался. Открываем его и проверяем работу всех лодов. Смотрим на количество вертексов и изменение номера лод. При приближении и отдалении, эти значения должны изменяться, если все настроено правильно. Как можете заметить, все работает. Чтобы поместить объект в сцену, просто перетягиваем его в окно viewport. И последний момент, о котором я хотел бы с Вами поговорить. Это импорт растительности и рисование ею по поверхности. Итак, с растительностью все тоже очень просто. Вам достаточно скачать любой 3D-ассет травы или каких-то цветов из библиотеки Quixel. Затем выбрать данный асет. Перейти в Export Settings. Сделать настройки и экспортировать его в Unreal Engine 4. Затем Вам нужно перейти в вкладку Folie Edge Type. И обычно там должны быть эти модели. Но так как Quixel Bridge еще в бета-версии, не всегда автоматически подгружаются нужные асеты. Даже с отмеченной опцией Out of Folie Edge Paint. То есть просто выбираем импортированные лоды и перетягиваем их в окно с текстом Plus Drop Folie Edge Hair. Таким образом Вы сможете рисовать данным асетом по поверхности. Затем, чтобы скомпилировались все шейдеры для данной травы. Вам нужно открыть Master Material для всей растительности. Который находится в Megascans, Master Materials и называется Folie Edge Master Material. Открываем его и исправляем ошибку в Translucency, Opacity и Roughness картах. Для них выбираем Linear Color. Затем нажимаем Save и компилируем все шейдеры. В итоге у Вас заработает шейдер травы. Давайте еще раз проверим Folie Edge рисование. Да, как можете заметить, теперь трава рисуется с работающим шейдером. При желании Вы можете уменьшить расстояние между травинками, увеличивая параметр Paint Density. А радиус кисти настраивается с помощью клавиш с квадратными скобками. Или параметра Brush Size. Последний момент, о котором я хотел рассказать. Это включение влияния ветра на траву или любую другую растительность, которую Вы импортируете. Чтобы включить ветер, Вам нужно зайти в настройки материала для растительности и активировать опцию Enable Wind Setup. И также включить чекбокс напротив. Также включаем опции Wind Height, Wind Intensity и Wind Speed. После чего нажимаем Save и видим, что никакого ветра нет в нашей сцене. Чтобы это исправить, идем в настройки мастер материала для растительности и вкладки Wind. В ноду Simple Grass, Wind подключаем в True ноды Enable Wind Setup. Это пока временное решение и Quixel обещают все исправить в новых апдейтах. В итоге, после проделанных операций, у Вас появится ветер. Но также появятся странные тени, гуляющие по траве. А это уже баг RTX в Unreal Engine. И как его исправить, мне пока не ответили. Поэтому, в данном случае единственное решение, это перейти в настройки проекта и временно выключить Retracing. Затем нажать Restart Now и в итоге, у Вас перезагрузится проект. Скомпилируются шейдеры и непонятные тени исчезнут. При желании в настройках материала растительности, Вы можете увеличить силу ветра. Тем самым, сементировав шторм. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. Благодарю Вас за просмотр и желаю Вам хорошего настроения. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok